Вы слушаете Славянское Радио Веды РАН Еще раз всем здравия, с вами Открытое Славянское Радио Веды РАН Сегодня у нас 30-й день месяцев или 2520-го лета или 31 июля 2012 года И данная наша передача уже, которая звучит после заявленной передачи, которая прошла Это некий бонус тем, кто слушает нас, постоянных радиослушателей Возможность позадавать вопросы, и не просто так, непонятно куда А очень известному человеку в ведической среде и среди староверов это Калаврату Александру Александр, здравия тебе Здравия всем Здравия всем, вот так вот Значит, у нас была передача с очень интересным человеком, мне понравилось, как и Вячеслав Печняк Очень здорово все говорил, все отлично рассказывал, честь и хвала ему Видно, что человек ездит по экспедициям и очень много что взял Вот, но поскольку ты уж подвернулся нам, подругу, и эта тема такая свеженькая Вот, хотелось бы услышать еще и от тебя О том, как вообще вот у староверов, какие варианты свадеб бывают В общем, поговорить о том же самом, только уже вот с тобой Если, конечно, не возражаешь, а с тебя есть время А нет, не против Давай, значит, давай начнем с того Во-первых, какие, ну так, приблизительно вот варианты свадеб существуют у староверов Или существовали ранее, которые сейчас, может быть, по каким-то причинам не применяются И те, которые до сих пор существуют, до наших дней дожили Ну, большинство свадебных обрядов у нас описано в третьей книге славяно-арийских вет Кому интересно могут прочитать, чтобы сейчас не пересказывать книги В основном сейчас идут межородовые семейные союзы Объединяются на Любомир То есть везде как бы основа одна Сначала выбирают невесту Разговаривают Потом устраивают смотрины молодых Если молодые приглянулись друг другу с первого взгляда Знаешь, происходил сговор Между родителями и посаженными родителями с обоих сторон И потом уже назначался день наречения женихом и невестой После наречения женихом и невестой, когда уже все определились со свадьбой Тогда мужчины из двух родов ставили молодым дом Ну, с хозяйскими постройками, чтобы они начинали новую жизнь Как говорится, своей собственной хате То есть жилье свое, да, всегда? Ну, естественно Единственное, кто в родительском доме оставался жить Это был младший сын Поэтому все же знают Все, как говорится, вкусненькое и лучшее Всегда было самому младшему Ну да, да Ну, а потом-то долг платежом красен И он за родителями присматривал То есть и старшие дети помогали Но все обязанности, как бы, присматривать за благодатной старостью родителей Лежали на младшем сыне То есть даже если была младшая дочь То все равно все-таки сын брал к себе в хозяйство, в дом Естественно Потому что дочь в семье должна выйти замуж А скажи, такой вот Любомир Любомир часто звучит Любомир, это что у староверов? Это какой-то определенный день? Что это такое? Любомир, это день свадеб Когда не одна свадьба, а несколько происходило Когда он происходит? Он происходит в последний месяц Лето Ну, как правило, выпадает последние числа августа Либо начальное число сентября То есть к этому времени уже собрали на полях весь урожай И, как говорится, можно приступать уже и к семейным делам Перед новолетием, получается, да? Да, да, перед новолетием Так, а вот теперь, что касается выбора Вот сейчас у нас, как, ну, мужчины, представители жениха Да, да, они ищут невесту Каким критериям невеста ищется? Ну, чтобы здоровый род был И, как говорится, не родственники А вот вопросы веры, взглядов на жизнь Здесь каким-то образом? Не, ну, приоритет, конечно, представителям своей же веры Но если поблизости нет такой Нельзя же запускать, чтобы родственник Тогда любая, как говорится, хорошая работящая девчина Ну, вот, как ты рассказывал, и многие другие делятся Часто бывает так, что люди из разных веростей встречаются Потом происходит какой-то разлад чаще всего Не, ну, бывает, бывает такое, но не всегда То есть у тебя есть знакомые, которые так встретились, обженились И у них все хорошо, невзирая на то, что разные веры, да? Да Хорошо Потому что второвер же считает, что вера – это личное дело каждого человека Настоящего человека Да Кого он верит Даже вот на праздниках моего брата спрашивают А чего у него берег и крестик рядом, говорит Ну, висит на шее Ну, потому что его мать покрестила в детстве Он говорит, да чтобы вы понимали, у меня на одного бога больше Вот и все Ясно, то есть это не особо такая уж Если сердца любящие друг друга, да? То в этом случае это не является причиной для раздоров Ну, естественно Здесь главное по крови, что близки, да? И по духу А это самое главное Ведь главное для рода что? Продолжение потомства Даже если жена будет там христианкой Или вообще неверующая Она же детей родит Воспитанием же кто занимается? Отец То есть само слово Чем питать ребенка? Ведающим отеческим словом Поэтому воспитанием занимается мужчина Женщина что может дать ребенку? Наставления какие-то Советы Накормить его Приласкать Обогреть А воспитать может только папа Ну, в общем, да, логично Логично Так, а вот здесь Когда рассматривались Вот смотрины проходят То смотрины это как? Это что-то еще не доходит до того Как вот пришел человек и говорит У вас товар у нас купец Смотрины это что? Смотрины это когда предварительно Вот допустим Родители договорились Да То есть там девчина То есть А приехали У кого хлопит То есть Вроде бы как бы Рода могут породниться То есть Но при этом Устраивают смотрины Парень первый раз Видит девушку Она его Парню может девушка понравится Да А допустим Она ему нет Знаете, все Как говорится Не совпало То есть Надо, чтобы Обоюдно Ну, слышал же Есть такое понятие Как любовь С первого взгляда Вот она как раз На первых смотринах И проявлялась А позвалось сердце Или не позвалось, да? А скажи Какие-то вот Ну, я говорю Часто приходят слышать Вот приходят сваты Да И говорят Вот у вас товар Пьеса Или вот у вас там Такое А у нас такое Давайте там Поговорим Ну, игровая форма В столяческих Вообще Традициях Есть такая игровая форма Сватовство Никакой игровой формы Нет То есть Приходили И конкретно Узнавали Были ли там В другом роду Какие-то заболевания Или прочее То есть Сели там Здоровые То есть Спокойненько Садились за столик И начинали общаться Да Прошли Смотрины И после смотрины Уже происходит сговор То есть там Решалось На сговоре Что Обговаривают Когда будет Обряд наречения Женихом и невец В каком роду Сколько мужчин Может принять Участие Чтобы К свадьбе Поставить Дом Ну Кто чем Будет заниматься Чисто Будем говорить Хозяйственное Распределение Кто чем Занимается Так И определились Значит Мы готовы Вот это сделать Мы готовы Вот это сделать И в общем Получилось Такое После сговора Понятно Что получат Молодые Как они будут Готовы Не будут Да Не Ну вот Чтобы они Начали жить То есть Там не просто Дом А там Будем говорить И столы И стулья И полки И посуда И прочее Потому что Еще же На свадьбу Будут дарить Да Но самое Необходимое Там Столы Лавки Как говорится Свадьбу То проводили Уже В новом Доме Но если В тереме В доме Для всех Места Не хватало То на улице Столы Ставили Потому что На свадьбу Приходили Не только Представители Двух родов А и все Рода Которые Живут Ну В данной Округе В данном Поселении Поэтому Народу Всегда Было Много Поэтому Очень Часто Как говорится Проводили На улице Так Понятно Теперь Давай посмотрим Следующее Наречение Женихов Невесты Это уже После Сговора Или все Так Нет Это уже После И как Это все Происходило Собирались Люди Какие-то Родственники Или Как Да Собирались Как говорится Родители Главная Задача Родителей Дать Детям Благословение Своё Наподственное Доброе Слово И От Родных Родителей И от Посаженных Родителей Посаженные Родители Это те Кто Были Как сейчас У нас Принято Свидетелями У молодых На свадьбе Раз Их Посадили Рядом С молодым Вот Отсюда И пошло Посаженные Они Какой-то Потом Отвратились Естественно Потому что Допустим Посаженные Родители Невесты Они Своё Как говорится Приданное Подарок Делали Для невесты У жениха Своё То есть И ответственность Не только Они Как говорится Рядом Посидели Попраздновали На свадьбе Посаженные Они Потом Дети Как говорится Когда Рождались Они Также Принимали Ну Участие В ухаживании За ребенком То есть Похоже Что-то Вот С тем Что Христиан Сназывается Крестный Отец И мать Да Что-то Ну Можно Сказать И так То есть Несли Ответственность Что Они Присутствовали Они Поддерживали И потом Принимали Участие В семейном Каком-то Ну Быт Наверное Сильно Сказано Но В каких-то Семенных Делах Помощи Ну Да Будем Говорить Они Считались Почти Как Родственники Вот Даже Когда Ребенок Рождался Да Никому Посторонним До года Нельзя Было Видеть То есть Только Самые Родные Близкие Ну Я Верну Родители Деды Там Прадеды А Также Посаженные Родители Понятно Привилегия Такая Значимая Да Хорошо И вот Ты говоришь Что свадьба Это уже В готовом Доме Проводилось Готовый Дом Это Насколько Я понимаю Срубы Да Все-таки У нас Традиция Ну Да Ставили Ну Как Небольшие Тюрема Ну Не Землянки Жир Оставили Дом Там В два В три Этажа Потому Что Первый Этаж Это Были Ну Клейки Подклейки Хозяйские Так называем Там И Могла Зимой И птица Быть И живность И зерно Хранили Ну И соленье Копчение Варенье Второй Этаж Там Трапезная Гостевая Кухня А Спали Все В горнем Месте То есть В горнице Ну Как бы Уже Сказали На третьем Этаж Угу Вопрос Такой Насколько Я понимаю Дерево Оно же Имеет Определенную Усадку И в тереме Который Только Что Построен Жить В общем То Невозможно Выходит Так Что Или Ну Ко Усадка Все равно Оно же В сруб Усадку Усадку Не Ну Естественно Дерево Заготавливали Вот Я Который Нет Ну Вот Смотри Допустим Прошли Наречение Женихом И невестой Да Это У нас Как правило Весной А К Следующей Осень Могли Все Поставить К Следующей Ты имеешь Ввиду Что Не После Которого Весна Лето Осень А еще Не Ну Там же Не Приспичило Могли Как говорится Наречь Невестой 15-летней Женихом Невестой Да Девчонке 15 лет А Замуж Она Могла Только В 16 Выйти Ну Да Год Приходится Ждать Ну Да Вот Поэтому И Время Было Чтобы Построить Все То То есть Заготавливали Лес Заготавливали Еще Что Необходимо Все Это Сушилось Подходило Когда Родители Уже Начинали Подыскивать Невесту Своему Сыну Они Уже По идее Заготавливали Им Не Лес То есть Они Как бы Уже Готовили Потому Что Если Свадьбу Допустим Через Три Славянских Месяца Проводить Ну Или Четыре Обычных За Четыре Месяца Могли Спокойно Поставить Терем Тем Более Там Ни Один Ни Два А Мужиков Рукастых Было Полно Ну Как Община Возьмется Да Ну Да Соседи Тоже Приходили Помогали Всегда Да Там Изумители Соберут Если Все Навалятся Дружно Ну Естественно А Скажи Ты Говоришь С Дим Не Лес 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 Я понял Слово Мудрости Во Павеле Мудро Он там Говорит Что Не Рубите Для Дома Дерево Спящее Или Дерево Которое Мертвое Потому Что Боги Не Не Презирят Вот Здесь Как Случ Не Мертвое Мертвое То Здесь Дерево Которое Заготавливают Зимой В нем Нет Движения Сока Понимаешь Поэтому Белье Тоже На морозе Сушит То есть Влага Испаряется Поэтому А потом Уже Весна К лету Дерево Хорошо Просыхает То есть Это Сырое Дерево Дает Сильную Усадку А Хорошего Просушенное Дерево Там Малая Усадка Малая Усадка Да Это Известно Так И Вот Смотри Получается Что Все Что До Свадьбы Это Все Очень Серьезно Это Обстоятельно Шуточек Прибауточек То есть Все Договоры Разговоры Обсуждения Прих Да Здесь Ржать Ржать Особо Нечего Здесь Надо Очень Серьезно Подходить Тем Более Что Отцы Матери Они Уже Надеются Увидеть Своих Внуков А Это Для Них Уже Очень Ответственно Ну Естественно Ведь Обеспеченная Старость Бывает Когда Ты Сам Себе Обеспечил Никогда А Она Обеспечивается За счет Внуков Управников А не вклады Которые В банки Стараются Накопить Ясно И вот Наконец У нас Наступает Момент Когда Свадебка Уже На носу И вот Любомир Рядышком Как Например Есть В поселении 10 Образующихся Семей Новых Как Проходит Общее Празднество И как Проходит Частное Одна То Это Во дворе А Общее Могли Просто Укапище Усвятилище Накрыть Столы И Общую Делать Свадьбу Для всех Ну там Драг Гульба Уже По полной Это Я все Представляю Когда Все Село Выходит Это Очень Серьезно То есть И там Сама Свадьба Была Пешество Начиналось С того Что Ну все Желали Молодым Как Говорится Свои Пожелания Дарили Подарки Те Отвечали Взаимностью Благодарили Всех И при этом У молодых На столе Стоял Только Сок И вода Все А как вообще Освещение Союза В чем Обряд Обряд Был Который Проводился Там Там Выпивали Чашу Суде То есть Сначала Как говорится Две Чаши Суде Там Наливается Допустим И там Красный сок Белый сок Да Да Яблочный сок И допустим Вишневый сок То есть Каждый Сделал По глотку То есть Вот вкус Твои Судьбы Ну Как образ А потом И с двух Чаш Сливалось Третью И они По глотку Выпивая Передавали Друг Другу То есть Теперь Они Общую Судьбу Вместе Испили Знаешь Часто Вопрос Когда Проходит Обряд Венчание Он называется Это обряд У нас Да Как он Называется У нас Не венчание Он называется Освещение Родового Союза Или На современное Момент Освещение Семейного Союза Хотя Раньше Говорили Родового Союза Ну Сейчас Многие Не поймут Что такое Родовой Союз Поэтому Мы Употребляем Семейного Союза Ведь Раньше Слово Семья Вообще Не существовало У нас В обиходе Это Христиане Принесли Семью А звучало Как у нас Родина Поэтому И Можешь ли В бой За Родину За Свою Семью За Своих Родных Близких Более Широкое Понятие Да Кстати У Западных Славян Чехия Словакия Словения Украина Белоруссия Там Также Осталось Родина Родзина Родзима То есть Родина Это Как Понятие Вот То Что В русском Современном Музыке Семья А Слово Семья У них Не Используется И Вот Здесь Когда Про Освещение Родового Союза Семейного Союза Часто Спрашивают Там Есть Какая-то Закономерность С какой Стороны Стоит Жених С какой Стороны Стоит Естественно И С чем Это Смотри Сначала Девушка Стоит С правой Стороны С правой Стороны От мужа Своего Будущего Да Да То есть И она Как бы Показывает Что Вот Она Приходит В новый Род И Мужчина Как Говорится Добивается Ее Сердца А Раз Он Добился Она Потом Становится По Сердцу Мужа Своего Понятно То есть Потом Она Получается Переходит Да Как бы Из одного Рода Перешла В другой А какие То есть Обрядовые Ритуальные Приспособления Там Дополнение Кольца Вот У христиан Сверху Венец Ну вот Смотри У нас Как Вот На руках Знаешь Есть Такое Понятие Как Безымянные Пальцы Да Вот Когда Молодые Проходят Наречение Женихом И невестой У них Серебряные Кольца На Правый Безымянный Перст Одеваются И Уже Персты Называются Не Безымянные А Перст Жениха И Перст Невестой То есть И у жениха Невесты На Правую Руку Одеваются Да Серебряные То есть Это Означает Что Они Прошли Обряд Наречения Женихом Невестой А Когда Уже Идет Любом Мир Свадьба Тогда Серебряное Кольцо На Левую Руку И Тоже И И Уже Идет Перст Супруга И Перст Супруги У У Уже Не Безымянные Пальцы А Получили Пальцы Имена То есть Перст Супруги Или Перст Супруга То есть Когда Они Жених И Невеста У них На Правой Руке А Когда Они Уже Супруг Супруга На Левой Руке И Уже Понятно То есть Поэтому Если Ты Видишь Что Идет Человек И У Него На Обоих Руках На Безымянных Пальцах Серебряные Кольца Значит Он Прошел А То есть Подожди Давай Точню Эти Кольца Не Снимаются Они Остаются Нет Нет Там Вторые То есть Добавляются На Левую Руку Это Уже Все Это Уже Семейный Союз Уже Освещен Все Они Уже Стали Полноценными Супругами Да Хорошо Еще Так У нас Часто Задает Вопрос А Почему Все Таки Серебро А Не Золото Золото Как То Считается Более Во-первых Золото Раньше Мало Использовали Потому Что Золото Это Накопитель Как Сейчас Принято Говорить Психической Энергии У нас Больше Использовалось Серебро Потому Что Ну Допустим Человек Пошел Куда-то В лес Или Поехал Далеко Ну И Хворь Какую-то Поймал То есть Когда Хворь Организм Получает Организм Начинает С ней Бороться То есть Что Он Делает Он Начинает Поднимать Температуру Тела Чтобы Уничтожить Вирусы А При Повышенной Температуре Происходит Что Потовыделение Правильно Так Вот Когда Серебро Контактирует Спотом Человека Выделяется Ионы Серебра Которые Попадая В Организм Помогает Организму Уничтожить Хворь А И Вот Еще Призывает Насколько Я понимаю Семаргла Чтобы Там Сжечь Хворобу Это Когда Другие Обряды Проводят Это Семарглом Когда Допустим Нас Круп Делают Используют Свечи Вот Тогда Семаргл Так Вот Вопрос Те Уже Идет От Слушателей А Ежели Случилось Так Что Вдова Встретила Мужика И Мужик Готов Был Взять Ее К Себе Жить Жить Заботиться О Нем То Свадьбы Как Таковой Не Было И Как И Отказывались Это Действие Когда Мужик Собрал Женщину Вдову Когда Вдову Мужчина Бабы Брал К себе Женщину Вдову Бабылку Они Вдвоем Как говорили Бабыляли То есть Они Просто Доживали Свой Век Так Ясно Так Здесь Так Дмитрий Бережет Подожди Передай Василь Васильевич Вопрос Здравия Калаврат Вот По ходу Эфира Возник Вопрос Почему Песни На Свадьбы По Этнографическим Данам Заунывные Почему Переход Женщины Другой Род Считался Как бы Смертью Для нее Было ли Целенаправленное Искажение Традиции И наследие В этом Вопрос Это Рита Зак Вопрос Ну На Свадьбе Заунывные Это В христианстве Были Потому Что В христианстве Девушку Выдавали Насильно Замуж За Нелюбого Как Тогда Говорили Ведь Наши Предки Говорили Любить Надо Нелюбого А любимого И не любую А любимую Поэтому У них И причитание И плач И прочее Было То есть Вот Насильно Отдают Неизвестному Дядьке На чужую Сторону Да Да А у нас Никакой Залунывности Не было Ну К этому Мы сейчас Подойдем Вот Кстати Насчет Золота Дмитрий Пишет Беринжев Золото Рептилоид Использует Как топливо И все Вывезли С планеты Вот такой Вот Поэтому Еще не все А еще Еще есть И еще Добывают Так Вот еще Воислав Пишет Здрав Будь коловрат Есть такая поговорка Старая Что на роду Написано То и будет Мы значит Живем по сценарию Судя по поговорке Естественно То есть Я поясню Каждому Человеку При рождении Дается Жизненная Программа Которую Он должен Выполнить Ну как бы Вот точка Начала Исполнения Да 12 лет И Точка Окончания А как Он будет Достигать Этой цели Это его Личный Выбор То есть Ведь путей Между двумя Точками Бесконечное Множество Так Весье Вопросы Идут К сожалению Василий Васильевич У него режим Он пошел Спать Я буду Так Выдергивать Вопросы И Задавать Тебе Так Понятно Вот Все что Было Касалось Договоров До свадьбы Да Все это Было Так Вот Все правильно Все Хорошо Ровненько Все Разбирали Как чего И в конце концов Пришли к свадьбе Вот наступил Любомир Любомир Назначал Какой-то Жрец Или Кто Не А в календаре Есть Любомир Как правило В этот день И праздновали Начинали праздновать И вот Начинается Бурное Такое Веселье Застолье Во-первых Как это Веселье Застолье Проходило Что на столах Как правило Какая Снег стояла Что Там Снег Во-первых Раз Собрали Урожай С полей Садов С огородов Всего Полная Чаша То есть Все Что Было Все Накрывали На стол Так Что Пили Квас Кисели Соки Все Что Угодно Но Не Спиртное Потому Да Как раз Часто Говорят Что Что Вы Там Говорите Спиртное Употребляли Все Равно Выпивали Не Было У нас Не Было Никакого Спиртного Потому Что Даже Название Водка Водка Это Вода Настойная Родниковая Вода Настойная На Траву Понятно Да Понятно Гвасы Делали Ну Квасы Вообще Там Разнообразие Было Большое Естественно А вот Скажи Часто Говорят Вот Такая Сурица Медовуха Это Броженые Вот Здесь Сурица Это Осурины Мед То есть На Солнце Это Как бы Ритуальный Напиток Его Могли Выпить Два Раза Ну Будем Говорить Современным Музыком В год На Осеннее Весеннее Равноденствие Те Кто Исполнил Долг Перед Родом Имея Девять Детей А у Кого Был Потомственный Круг Могли Четыре Раза В год Еще На То есть Могли Выпить Но Это Не Обязательно Что Они Пили Потому Что Были Еще Так Называем Жидкие Меды Пахучие Но Это Не Спиртные Это Как Напиток Был Жидкий Мед И Даже Говорят А Как Живот Там Предание Мед Пиво Пил Пиво Это Сокращение Пить На Вода Это Воду Настаивали На Зернах На Ягодах И Прочее То есть Это Не Хмельной Напиток Ну Вот Как У нас Сейчас Говорят Морс Или Нектар Вот Что Раньше Называлось Пивом Кстати Про Хмельной Напиток Хмельной Напиток Это Не Имеется Ввиду Где Есть Градусы Это Настой Нет 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 Это То Что Наста Настаивался Так И Еще Ты Говорил Потомственный Круг Да Это 16 Детей Насколько Понимаешь Так Вот Жара Пишет Думаю Что Бабушки И Дедушки Желали Увидеть Внуков Чтобы Узнать В каком Роду Они Родятся Ведь Известно Что Раньше Люди Рождались Каждый В своем Роду Вот Такая Вот Что Ты Думаешь И Понял Вопрос Ну Пишет Что Дедушки И Бабушки Желали Увидеть Внуков Чтобы Узнать В каком Роду Они Родятся Ведь Известно Что Раньше Люди Рождались Каждый В его Роду Не Ну Каждый Рождается В его Роду Но Он Идет Дальше Земной Жизнь Ничего Не Заканчивается То Восхождение По Золотому Пути Это Для Расы Да Для Народов Которые Чуть Чуть Словно Другого Вида У них Свои Пути То Есть Там Реинкарнация Инкарнация Ну Да Это У Других Народов У Нас Это Редко Только В случае Насильственной Смерти Если Там Богиня Карна Решет И Ворона Еще Когда Нужно Что-то Срочно Доделать Да Скорее Доделать То Когда Человек Чтобы Продолжить Жизнь В следующем Мире Ему Надо Действительно Вот Этот Опыт И Он Как Говорится Воплощается И После 12 Лет Он Его Выполняет Все И Пошел Дальше То Есть На Постоянной Основе Это Не Было Это Да Наверное И Нет Да Чего Говори Не Был Зачем Нет Ну Я Всегда Когда Задают Ну А Вот Реинкарнация Я говорю Вы Когда Первый Класс В школе Закончили Во Что Было Дикое Желание Вновь Начать Первый Класс Или Закончив Школу Ой Я Пойду Опять В первый Класс Сяду Букваль Зубри А Вдруг Кому Хочется Не Ну Первый Класс Возвращается Но Уже В качестве Учителей Как раз И Возможно И Все Ну Да Естественно Не Все А Один Из Множеств И То Он Выбирает Свой Путь Знаешь Что Ему Надо Для Следующего Мира Ну Понятно В общем Или Нужно Что-то Здесь Закончить То Что Не Закончил Или Наоборот Прийти Сюда И Что-то Дать Новые Знания Как Кому-то В виде Учителя Какого-то В этом случае Возможно То есть Как правило Если возвращается В виде Учителей Ну допустим Рота Слаб Очень много Погибло И многие Возвращаются И помнят От Своей Как бы Предыдущей Жизни То есть Вот эти Знания С родовой Памяти Чтобы Их Как бы Передать Своему Роду Чтобы Они Не Утерялись Ну Ведь Еще Известно Что Наши Древние Рода Они Давали Знания Не только Расе Но и Народам Другим Вот Про это Что скажешь Кто Ходил Другим Они Знания Которые Как бы Общие Для Как бы Мы сказали Сейчас Для Человеческого Развития Но это Были Кто Учителя Или Просто Вот Волхвы Наставники То есть Пошли В Дровиде Например В Дровиде Монагам И там Оставили Веды Которые У наших Предков Была Какая Павла Отговорка Спокойная Жизнь Тогда Когда У тебя Дружественные Соседи А чтобы Соседи Были Дружественные Знать Что Им Надо Дать Такое Наставление Чтобы У них Даже В гослях Не было Помыслов Напасть Или Что-то Там Понятно Да Здесь Сейчас Создает Вопрос В эфир Это Или Повтор Значит Сейчас У нас Давайте Так Открывайте Дату И смотрите Сейчас У нас 31 июля 2012 года У меня Уже Первая Я Я не Закончил По московскому Времени Около Врата Уже 1 августа Поэтому Если Вы будете Слушать То Имейте Ввиду Если Дата Не Совпадает Это Повтор Если Вы Слушаете Нас И Видите Что Дата На Ваших Компьютерах Ну Дровидов Нагов С ними Как бы Более-менее Все прошло Удачно То есть Дали им Знания В упрощенном В упрощенном Естественно В том Виде В котором Они В состоянии Были Их понять То есть Иными словами Пришли Ну скажем так Профессора И дали Знания На уровне Какого-то Доступным Доступным Язаком Понимаешь Никто же Математику Лобачевского В первом классе Не дает Поэтому Делают Что Вот Какого У нас Была У нас Давали Уроки Арифметики Первый Второй Класс А Математика Начиналась С третьего Класса Первые Два Класса В школе Была Арифметика А сейчас Насколько Я знаю В школе Арифметику Вообще Нет Преподают А начинают С первого Класса С математики Но сейчас Чудеса Вообще В школе Творятся Так Ну я Просто Объясни Да Да Я понял То есть Давали Чтобы Ребенок К какому-то Знанию Приблизился Его Надо Сначала Подготовить К восприятию Этого Знания Поэтому Сначала Дали Упрощенное Знание Потом Подготовили Учеников Объяснили А они Уже Начали Пояснять Всем Остальным Ну вот Я говорю С дровидами Нагами Более Менее Так Удалось Хотя Сейчас Там Традиции Эти Древности Рушатся Они Только Дровидам Нагом Ну я Хочу Перейти дальше Народом Давали Красным Желтым Черным Вот к этому Я хочу Дальше Перейти Получается Что Смотри А желтые Народы Как-то Вот они Не знаю Взяли Не взяли На твой взгляд Не Ну И они Брали Но Опять же Как говорится Чтобы им Было Понятно Там На Доступной Для них Переводилось Но С черными Народами Здесь Тоже Понятно Да Вот Как раз Это Египет Наверное Северная Африка Ближе Да Ну Северная Африка Там Вообще Это Белая Жила Ты Не Забывай Что Северная Африка Раньше Называлась Такеми Или Кемери Если Ты Помнишь Фильм Конан Баруар Все Это Происходит Где В Северной Африке А Шварценеггер Он никак На негра Не тянет Ну так Это фильм Снятый В общем Это понятно Конан Кемери Он всегда Был Белый Поэтому Многие Вместе С Антами Ушли С Северной Африки В сторону Черного Моря И мы знаем Что Даже В Киевской Руси Жили Три Великих Племени Анты Россы И Русины Как бы Вот На территорию Украины А Туда Дальше Территория Крыма И далее Там Жили Кимры То есть Те Кто Пришли С Кемерий А название Крым Скорее всего Это что-то Упрощенное Связано С этим Да Ну Может быть Как Напрашивать То есть Есть Как бы Такое Что Вот Кемерия Кемер Крым То есть Как бы Сокращали Понятно А вот С красными Народами Смотри Такое Ощущение Это Нет Ну Им Тоже Красные Они Как правило Все были Хранители Что им Дали Они В том Виде И хранили Поэтому Когда Колумб Или Другие Приплывали Белые Они же О белых Знали Да И встречали Как богов Да Как наставников Но это Сейчас Трактуют Как богов Ну Наставники Да То есть Считали Что Исполняется То Предвещание Предсказание Которое Сказал Белый Ну Как бог Они Называют Да С бородой Синими Волосами Светлыми Синими Глазами Светлыми Волосами И там За море Улетел И сказал Я вернусь Тогда И вот Это Предсказание Они Воспринимали Как Именно Возвращение Вот Это Вот Кого Они Называют Белым Богом Это Был Кто Ант Который Научил Жертвоприношение Нет Они Ни Одного Там Много Было Вот Уже Много Было Немножко Проясни Каждого Племени Там Было Указано Что Белые Боги Белые Богини Приходили А Потом После Них Приходили Небесные Боги Небесные Богини То Есть А Некоторые Вообще Даже На Людей Были Не Похожи Но Они Даже Делали Индейцы Игрушки Вот Этих Существ Не Похожих На Людей Чтобы Их Потомки Привыкнув К Этим Игрушкам Не Пугались Того Что У них Не Похожи На Людей Опли Ведь Веды Ж Грасят Что Форм И Видов Жизни Во Вселенной Множество Вот И Все Но Там Все Таки Культура Прослеживается Несколько Отличающиеся От Так Не Забывай Что У Красных Тоже Своя Древняя Культура Была То Симбиоз Какой То Смесь Получ У Них Была Своя А То Что Им Оставляли Другие Они Просто Хранили А Вот Людские Жертвоприношения Там Вырезание Сердей Это Как Бы Сказать Чтобы Никого Не Обидеть Это Все Придумано Была Христианами Католической Церкви И Псевдо Я их называю Археологами То Есть Они Вот Видят Допустим Рисунок Да Где Рассечена Грудная Клетка И Там Достается Сердце И Сразу Что А Человеческое Жертвоприношение Сердце Выдира Никому Голу Не придешь Это Может Медицина Ну Естественно Потому Что Те же Камни Ики Самые Операции На Сердце Показаны И Открытые Операции На Мозге То Трепанация Черепа Но Никто Не Говорит Что Мозг Там Вынивали В Качестве Жертвоприношения И Прочее Христианские Монахи Их Интересовало В Америке Что Только Золото Вот Вот Придумывали Разные Небылицы Чтобы Настроить Всех Переселенцев Туда Что Вот Это Дикари Варвары Которые Там Люди Черца Вырезают Голову Отрубают Прочее Да Будем Будем Говорить Завар Варварство Которое Они Совершили Это Никакое Нечеловеческое Жертвоприношение Он Почитает Христианские Хроники Как Печенюшки Наши предки Говорили Глупец Не знает Сам Выдумает Хорошо А тем более Ты не забывай Кто писал О Кровожадности Варварстве Славян Ну Наверное Те Кто Сами Занимались Этим Именно И те Кто Приходил В других Мест В той же Византии Вот И Все Так Заги Что Немножко Закончили Да И Вернемся Ну Ты Понимаешь Чтобы Эту Тему Закрыть Чтобы Никто Не Обвинил Нас Тобой В том Что Мы Хулу На Христианскую Церковь Возводим Что Мы Им Там Приписываем Какие-то Дикости Жестокости Я Всем Всегда Советую Не Верьте Никому Верьте Своим Глазам Найдите И Откройте Соборное Уложение 1649 Года Это То Что Придел Московский Собор А На нем Присутствовали И Царь И Патриарх Христианский И Все Свои Священства И Монашества А Также От Купечества От Крестьянства От Всех Народ И Почитайте Что Там Написано Кто Кто Церкви Во Время Литургии Помешает Свершиться Того Найти Доприма Казнить Сжечь Кто Против Бога Хулу Скажет Тому Свинца В Горло Залить По Доброму Это 1600 Какой Год 1649 Год Это Еще До Никоновской Реформы Да Никоновская Реформа 1666 То Это Двуеверие Да Период Двуеверия Сумасшедшись Просто Пускай Сами Откроют И Почитают Очень Интересное Чтиво О Каком Христианской Добродетели Идет Речь Казнить Жечь Убить Четвертовать Колесовать И Прочее Ослепить Выколоть Глаза Отрезать Язык И Так Далее Все По Доброму Да Все По Доброму Ничего Себе Все Просто Люди Сами Могут Это Прочитать Отказ Раньше Насколько Я знаю В 90-х Годах В любом Книжном Магазине Продавалось Репринтное Издание Соборного Уложения 1649 Года То Есть Оно Было И Как бы В старом Старой Записи Старым И В современном Русском Переводе Параллельно На странице То есть Ну На этом Я думаю Тему Можно Закрыть Ну В общем Вполне Исчерпал Еще Дал Информацию Если Кому Там Еще Больше Надо Пожалуйста В любой Библиотеке Если Особенно Библиотека Старая Зайдите И попроси Здесь В отдел Древних Рукописей Летописей И древних Книг И Почитайте Наставления Против Язычества Как там Бороды Расчипом Выдергивать Как колесовать Как сжигать Как на кол Садить Все это Подробно Описывают Все Описано Доброе Доброе Так Ладно Здесь Много вопросов Уже Накопилось Ант Задает Вопрос Немножко Не по теме Может ли Знающий Человек Например Жрец По Космограмме Человека Дать Какую-то Информацию О Возможной Паре Кого И Кого И Где Искать Ну Я же Сказал Путей Между Двумя Точками Бесконечное Множество У Кого Больше Всего Опыта Жизненного У Родителей Поэтому Родители Для Своего Рода Лучше Знают Что Для Молодого Человека Лучше А Космограмма Она Указывает То Что Человеку Дано От Рождения То Ешь Можно Как Говорится С Похожими Ну Как С Нужными Задатками Чтобы Гармония Была Подобрать Но Я считаю Что это Не нужно Надо Не по Космограмме Судить Как Можно Всю Жизнь Проискать И не Найти Потому Что Человек Ищет Вот Идеальная Для Меня Пора Она Уже Бамушка И Что Прекращать Рот Продолжать Что То Есть Это Все Лишь Инструмент Который Можно Применять Вот Им А Наши Предки Очень Серьезно По Симор Снасили Хорошо То есть Поэтому И Дети Внуки Всегда Старше В общем Да У кого Опыт У тебя Цыпленка Который Вырухался Или у Того Кто Уже Сейчас Дети Воспитанные Улица И Телевизором Как бы Старших Не Слушают А Даже В наши Времена Такого Не Было То Есть Не Только Твои Родители У Нас Допустим На Нашей Улице Любой Старший Сказал Это Как Закон То 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 Ко всем Уважительно Что Кому То Грубо Ответить Такого Вообще Не Было То Есть Почитание Это Очень Серьезно Все Уважение Ну Уважение Да Это Очень Серьезно Так Дальше Следующий Вопрос Гала Федулова Отча Я Искала В интернете Но Не Нашла Как Можно Пройти Обряд Наречения В Омске В 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 Миллион Раз Говорилось Что Обряд Наречения На Летних Праздниках Купал И Киру Проходит Дети Дети В Возрасте От 12 До 21 Года Это Считалось Всегда Дети Взрослые Через Два Три Дня После Праздника Но После Праздника Проходит Штат Мужчин Штат Женщин А Так Как Народу Много Поэтому Они Тянут Ширей Примерно Так Так Дальше Вопрос Тоже Немножко Не по теме Тоже Гала Спрашивает По Присхождению Практически Русский То есть Мама Русская Украинка Отец Русский Плюс Кавказ Так Какой Национальности Себе Относить Не понял А она кем Сама Себе Считает Она Не написала Спрашивает Как Как Себе Комициональности Относить То есть Отец Русский И что-то Из Кавказ Кравей А мама Русская Украинка Я Вот Ты понимаешь Каждый Отдельный Случай Разбирать Тут же Конкретики Никакой Ну да Здесь можно Только догадываться Ну естественно Ну мы же Не бабушки Гадалки Что бы Гадать Ну да Тем более Она рассматривает Не 2-3 Поколения А там 10-20 Три Поколения Кто у нее Там Ну нет Ясно В общем Извините Но Такие Вопросы Где гадать Приходится Наверное Задавать Не стоит Ант Вопрос Такой Вот раньше Поиском пар Для детей Занимались Родители А теперь Им Такое Ответственное Дело Доверить Нельзя И что делать И что делать Он имеет Ввиду Что родители Сейчас До такой Степени Многие Уже Заняты Да Работай Чтобы Прокормить Да И как Быть Ну тогда Молодые Сами Подыскивают Либо На праздниках На Купала На Перу На Вокруг Солярников Хороводы И там Пары Тоже Проверяются У нас Допустим Очень Много Совпала Пара А потом Как говорится Они Создали Семейные Союзы И уже Дети Бегают В общем Другими словами Получается Так Если Вы Чувствуете Что Родители Далеки От Традиции Далеки От Истоков И Вы Нашли Близкую Родственную Душу То Берите Инициативу Свои руки Да Но При этом Благословение Родителей Обязательно То есть Получая Благословение Родителей С обоих сторон Исчезает Проблема Так Назваемая Зять Теща Свекров Невеста Если Никто Не против То Кто Будет Против Во время Уже Да Понятно Постоянный Взгляд Вопрос Здравия Калаврат Венчание Было До Свадьбы И за Сколько До Нее Уточнить Просит Такое У нас Нет Никакого Ну вот Имеется Ввиду То Что Я Сказал Пример Слово Венчание Освещение Родового Союза Или Происходило И тут же Все шли За стол Сказать Значит Получается На свадьбах На свадьбах Собиралось Много Людей Для Того Чтобы Как раз Поддержать Вот Это Не то Что Объединение Семейное Не то Что Освещение Родового Союза А чтобы Поддержать Эту Первую Брачную Ночь Чтобы Все Родственники Могли Как бы Вложить Всю силу Своих Родов Чтобы Потомство Было Такое Хорошее И Здоровое Крепкое Вот как Ты к такой Версии Относишься У нас Брачных Ночей Не было Хорошее Дело Браком Не Да Я Ты уже Говорил Ну Так Вот Вырвалось Первая Ночь Ну Они же Да Не ночь Ночью Спать Надо Так Они уходили Еще когда Не было Ночи Конечно Они уходили Днем То есть Ночью Спят Ночью Только Худые Дела Делали Понятно Так И потом Они выходили Вот здесь А там же Как говорится За столом И песни Пели И прочее А это же Все Как говорится Для поддержания Чтобы Дать Мощь И силу Рода Чтобы Было Хорошее Настроение Да Чтобы Конечно Тем более Когда Молодых Закрывали В их Опочивание Там же У них И ябства И напитки И чего Только Не было То есть Они Как говорится Сами Вдвоем У них Ида Там Вода Бодья Чтобы Если это Горется Сидели Волновались Спотели Чтобы Могли Ополоснуться То есть Все Условия Есть Лишь бы Только Это все Было На благороду А потом Они Выходили Рано Утром Рано Утром И готовили Пирожки С разной Начинкой И уже Давали Эти пирожки Родителям И посаженным Родителям То есть Восемь пирожков Они вместе Приготовили И Как говорится Давали Попробовать И те Должны были С закрытыми Глазами Угадать Начинку Если Угадывали Начинку Говорили Что Ребенок Будет В честь Этого Родителя Назвать А если Нет То Род Назовет Если Не Угадывал А вот Скажи Такое Здесь Вячеслав Когда Была Передача У тебя Эфир Там Он Говорил Что Есть В некоторых Районах Такая Традиция Что После Вот Этого Общения Мужчин И Женщин Первого Общения Показывали Что Или Простынь Или Ночная Рубашка Женская Она С кровью То есть Типа Детственность Была Нарушена Именно Эти Мужчины То Есть Первый Но Это Христиан То Есть У нас Такого Не Было У нас Такого Не Было Потому Что Как Говорится Ну Давай Чисто Физиологически Разберем Да Допустим Допустим У Многих Девушек Девственная Плева Она Растяжима Так У некоторых Бывает Даже Были Такие Случаи Что Даже После Родов Она Оставалась Целая Понимаешь И Что Она Девственница А крови Нет Ее Что Палками Гнать В шею Что Ли Опять Не Получается Да То Есть Кровь Когда При Разрыве Насилия Но Любовь Жене Может Быть Связана С Насилием Поэтому Отцы Объясняли Сыновьям Которых Что Никакого Насилия Потому Что Если Насилие Потом Как Он Будет Ребенок Зачем С Насилием Он Объяснял Что Вот Возьми Допустим Льняное Масло Там Или Еще Какое То Смаж Там Промассируй Чтобы Это Все Аккуратненько Растягивалось Чтобы Ей Не Было Больно И Прочее Поэтому Никаких Разрывов И Не Был Ну Да Вот Например Когда Я Присутствовал При Там На Кавказе Или Других Местах Где Так Показывали Мне Это Было Честно Говорю Не По Себе Потому Гето Внутри Я Чувствовал Что Я Не Не Давно Какой Это Фильм И Там Решили Родословную Там Восстановить Королевской Семьи И Прочее И Там Под потолком Висели Эти Простыни Королев Ну И Там Ну Вот Определим Кто Какого Рода И Там То Вишневый Сок То Куриная Кровь То Свиная Кровь То Красные Чернила И Прочее То Есть Ни Одной Простыни Элементами Крови Не Было Ну Да Че Такое Дож Препоминаю В общем Это Какой-то Непонятный Варварский Обычай Варварский В смысле Понятно Какого Который Вот Почему То Смотри Если Два Любящих Человека Неужели Один Другому Будет Причинять Дикую Боль Тем Более Что Все Это Происходит По Любви Тем Более Что Все Это Происходит Во время Такого Веселья Когда Подъем А там Объясняли Как говорится Родители Что Прежде чем Зачинать Прежде чем Зачинать То есть Надо же Снять Напряжение Все А напряжение Чем Снимается Ласками Так что Камасутра Отдыхает Ну Кама Это С утра А Камы С вечера Никто Не писал Или Камы Ночером Понятно Давай дальше Лера Зак Вопрос А кольца Всегда Носили Или Как Некоторые Снимают Не 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 Понимаешь Вот Их Носили На праздниче Или Куда Что Что Значит Выкуп Ну Видимо Как Вот Там Подарки Там Подарки Были Не Выкуп А подарки А вот Смотри Сейчас Тоже Практикуется Так На свадьбах Вот Как бы Игровой Такой Выкуп Когда приходит Жених За невесту И там Начинают Детишки Подвигать А вот Выкуп Да И там Потом Ростники Выкуп Да За невесту Такой Отчая Тоже Очень Много Чего Интересного Здесь Открывается Хорошо Людмила Драгунова Отче А Любомир Мог проводиться Через Несколько Лет После Наречения Женихом И невестой Ну Ты сказал Что Мог Конечно То есть Раз Они Прошли Жених И невестой Может Им Надо Больше Времени Чтобы Как Говориться Пообщаться Узнать Друг О Друге Или Допустим Маленькие Роды И они Пока Построят Дом Напротив Дома Отца Жениха То есть Улицу Создадут Да Хорошо Ант Иногда Даже Было Как Вот Допустим В одной Семье Восемь Хлопцев Да И И Искали Семью Где Восемь Девчин Понимаешь Чтобы Родить Родить Да Чтобы Взять Девчонок С Этого Рода То есть Не Восемь Родов Породнить С Одним Потому Что Еще Потом Детям Внукам Надо А Где Потом Искать Если С Родственниками Нельзя Понятно Да А Если Как говорится Сговорились Восемь На восемь Или Там Девять На девять А Младшенькой Там Всего Одиннадцать Двенадцать Лет Она Только Прошла Обряд Совершеннолетия Двенадцать Лет Ей Через Четыре Года Только Замок Она Проходила Обряд Наречения Женихом И невестой Но Свадьба Была Через Четыре Через Пять Лет А то И Через Шесть То есть Ждать Можно Сколько Угодно Главное Чтобы Это По Уму И По Сердцу Было И По Заветам Предков Так Дальше Дмитрий Калаврат Что Скажешь По Поводу Ордена Дживы И Урислава Что У тебя На сайте За Противостоянием Были Будем Освещать Это Вопрос Или Пропустим Не знаю Вот Прочитал Как Написано Ты Имеешь Право Не Отвечать На Вопросы Которые Считаешь Что Не Нужно Отвечать У меня На Телесайте Никакого Ругания Нет И На All Church Org Тоже Нет Никакого Ругания Понятно Идем Дальше Бер Задет Вопрос Отец Александр Как Ваше Состояние Здоровья На Данный Момент Ваше Состояние Здоровья Ухудшается Из-за Атак Серых Или Еще Из-за чего Ну Что Ухудшается Ну Я устат И Потому Что Сегодня С 8 Утра Мотаюсь По Городу То Надо Было Кирпич Проплотить То По Этим Диспетчерам Чтобы Найти Машину Привезти То Вот Я Поним Я Сейчас Немножко Я Видимо По Другому Прочитаю Сейчас Как Я Понял Что Имел С В В В Вот Последнее Ухудшение Тогда Было Это Что Атака Серых Или Просто Как Это Сложились Собстоятельства Ухудшение То Мне Было Плохо У Наш Жара Была 43 Граус Я Плохо Переношу Жару То С Серый Здесь Как Бо Ни Причем Нет Здесь Погодка Дождя Нет Ночью 32 33 А Днем 40 43 Куда Год Кстати Как Там Сейчас У вас Дым Нет Дым Есть Сейчас Вроде Как Ветерок Судя Сду Дым Полегче Стало Да Что Полегче 35 Граус Полегче С дымом Еще Было Круче Нет Дыма Я Не Видел То Если Многие Путают Мне Звонят У вас Там Омск Горит А Там Про Томск Я Новости Включение Омск А Томск Там Леса Горят А От Нас До Новосибирска Грубо говоря 700 Верст От Омск Еще Дальше То Есть Это Там Горели А Не В Омске А К Нам Просто От Небольшую Дымку Принесло И Все А У нас Вроде Ничего Не Горит Понятно Понятно Так Вот Ваислав Очень Такой Интересный Вопрос Задает Я Думаю Что Это Будет Интересно Послушать Многим Есть Странная Община На земле Тульской Ну Не Буду Называть Ее Название В Обрядах Жрецу Завязывают Руки И Он Укрепив Кружку Зубами Выпивает До От Себя Чина Или Как То есть Маханул И Говорит Что В Транс В Первый Раз Такое Слышу У нас Вообще Спиртное Ни В Таком Виде Единственное Ну Как Не Употребляется Единственное Я Могу Сказать Допустим Медицинский Спирт Порезал Руку Спиртом Обработал Или Ссади На ноге Взял Спиртом Промыл Я Понимаю Что Для Пьющих Это Дикость Как Это Спирт Переводить Для Наружных Ты Чего С Да Я Тебя Понял Или Некоторые Ой Мы Видели Отче Пиво Покупал Конечно Покупаю Зачем А потом Берешь Это Пиво Добавляешь В теплую Водичку И промываешь Волосы И Укрепляются Корни Единственное Неудобство Выходишь С баньки Если ветерок Каждая волосинка В разные Стороны Разлетает Домовена Кузя Привет Да Понимаешь Многие Ой Варварство Пиво На голову И сводить На волосы Что же Делаешь Чтобы Добро Переводить Ужас Какой Да Те Кто Не с теми Конечно Некоторые Люди Муку Используют Чтобы Голову Промыть Ну Рженую Делают Типа Кашицы И Ей Промывают Укрепляют Тоже Корни Волосы Кто-то Травы Заваривает Чтобы Корни Волосы Кроме Пиво Наши Предки Когда Ну Последние Три века Использовали Они Знаешь Что Делали Чуть-чуть Добавляли Пиво В кипяточек И Плескали На каменку И тогда По бане Растекался Хлебный Дух Это Хорошее Пиво Да Ну Его Сами Варили А Если Сами Ну Понятно Сами Варили Раньше Жили Не пиво Не продавали В магазинах Его Сами Варили Я Вам Помню Когда У нас Дом Строился Это 63 64 Год У меня Мама Варила Пиво То То есть Домашние И Вот Мужикам Которые Помогали Устроить Она Им Давала Пить Но При этом Они Не пьянели Ну Как Днем Жарко Ну Там Кто-то Из Соседей Настучал Пришел Участковый А Мать Как раз У ней Не хватило Там Чуть Солода И Она Добавила Туда Хлебного Кваса То есть Он Пришел Говорят Вот Вы тут Самогонку Гоните Какую Самогонку Ну Брагу Какая Брага Вон Квас Мужикам Наварила Блягу Открывает Оттуда Запах Кваса Кваса Алексея Михайловича Романова Но Его Народ Народ Принял Потом Петр Первый Тоже Не Принял А потом Дмитрий Иванович Менделеев Придумал Как Путем Повышения Плотности Спирта Создать Водку То есть Говорят Вот он Изобрел Водку 40 градусов Ну Да Он Изобрел Вместе Сотоварищем Выпил Больше Такой Водки Не Было Ничего Не Понял Игорь Еще Разок Повтори Это Игорь Забес К нам Включается В эфире Хотелось бы Уточнить Слов Шинок Кабак Корчма Вот то что у нас Сейчас Община Именно Шинок Корчма И Третье слово Кабак Кабак Шинок Корчма Кабак Эти слова Откуда у нас Взялись Ну А кто их держал Во-первых Ну Вообще Это четко Написано Да Кто держал То есть Их держали Лица Библейской Национальность И шинки Кабаки Ставились Напротив Церкви Христианской Туда человек Заходил Причащался Когорчикам А потом Выходил И в кабаке Или в шинке Догонялся И продолжалось Веселье Так Понятно Так Тема Зак вопрос Где нибудь Кроме Асгарского Училища Захранились Руны Коруны И так далее Надписи Другие артефакты Естественно А почему Интересует Именно Коруна Руна Зачем Я всегда Люди приходят Я бы хотел Изучать Руны Зачем И никто Не может Отвеять А интересно А вот Ты понимаешь Мне тоже Интересно Изучать Военные коды Запуска Ракет С ядерными Боеголовками Ой Жучно Ну мне же Это никто Не дает А тебе Ты это Зачем А просто Интересно Ты кого-то Хочешь Кнопочку Нажать Нет Мне просто Интересно Что там За программку Создали Что надо Ввести Такой код Вот просто Интересно Военные Никому Вот эти Военные коды Не дают Они же Только военные С вами открытая Славянская радио Ведера Сегодня у нас Получился Немножко Незапланированный Эфир Эфир После эфира Сегодня 30-й день Месях и лет Или уже По московскому Время 1 августа 2012 года Вот И сейчас У нас в эфире Калаврат Был у нас Сбой Какой-то Восстановили Все поправили Вот Так что Продолжаем По теме Общаться Да Калаврат Хорошо Значит Ты говорил Что хотел бы изучать Коды Военные Но не дают Ну это я Образно Да-да-да И Выходит Что Видимо Тем Кому не нужно Давать Какие-то Знания Наши Древние Наверное Да Я уже Много раз Говорил Руна Само слово Руна Отначает Тайный образ Тайный образ А раз он Тайный Значит И должен Быть Тайным То есть Им пользуются Только Жеребцы Ну ясно В принципе Да Уже Неоднократно Говорил Если Так просто Сказал Вопросы Есть Значит Задали А то Он иногда Начинает Обвинять Что Мы Какие-то Вопросы Выборочно Принимаем Какие-то Не принимаем Не поймут Что Делается Так Дальше Тема Калаврат Упоминал Что Первый раз Славян и Резки Веды Были Изданы В 40-х Годах Сохранились ли книги Этого Издания Где Можно Купить Достать Почитать Ну Это У людей На руках Мне Это Зачем Они Старые Издания Ну То есть Реально Существовало Это Не Выдумки Ну Естественно Ну Вот У кого-то Не 90-х Годов А 80-х На руках Мне Говорят А вы Возьмите У них Скопируйте А оно Мне Надо Что Это Даст Текст Тот Самый Кто-то Своё Любопытство Удовлетворит Подожди А вот Который Видите Имеется Ввиду Славян и Резки Веды Которые В 40-х Годах Это Был Что Это Сантьи Перу Нет Там Сантьи Веды Перу На В 44-м Году На Современном Русском А до этого Были не на Современном Языке На Современном Были Как говорится Издания На Русском Ну или Как говорят Имперском Тоже Слово Мудрости Волхлавили Мудро Оно Вообще На Глаголице Было Поэтому Там Вначале Текста Там Приводится Какими Буквами Глаголице Это Было На Пересне А вот Переводы Которые Уже В современные Издания Вошли Они Переводы Делались С тобой В частности Да Я вообще Ничего Не переводил Я уже Устал Это Объяснять Ну Повтори Еще разок Мне Мне Для Верстки Первые Книги Славяно-арийских Вет Принесли Уже Набранные Тексты Моя Задача Была Написать Комментарии К этим Текстам И Пояснить Слова Вышедшие Из Употребления То есть Это же время Восстановим капище Все Больше Никакой Другой Информации Мы не Давали Кто Там Придумывает Это Надо Спрашивать У тех Кто Придумывает Что Капище Восстановит Второй Круг Появится Третий Другие Пишут Что В декабре 12 Года Перун Прилетит Я Не знаю Может Он Этому Человеку Который Так Написал По сотому Позвонил Смс Кого-то Слал Жди Тогда Может Быть У меня Сотого Перуна Нет Это Точно Но К сожалению У меня Тоже Так Бы Интересно Было Связаться Сказать Перуне Ну Укратно Посетишь Где Ждать Где Встречать Цветы Подготовить На самом деле Это интересно Но Такой информации Подтвержденной Пока Ну ладно Дальше По теме Постоянный зад вопрос Косу девушка Когда отрезала Сразу После свадьбы Чего Вот Какой вопрос Извини Косу девушка Когда отрезала Сразу После свадьбы Никогда Не Отрезала То есть Стопор полный Да У тебя Я могу Сказать Дай бог Поймите То ли 1969 То ли 70 Год Точно Не помню Мы Хоронили Бабу Марку Соседка Так Ее Когда В гроб Ложили У ней Коса Была Лежала В гробу Вокруг Вокруг Ног И До Пояса А Когда Девчонки Лега 5 Пропала Что Они Есть Да Есть Есть Я тебя слышал Мне Мне показалось Что Исчез Так Девчонки За собой За модой Гонятся Да Идут Ну да То есть Многие Вот Модные Причёски Ну Я Помню Еще По 60 70 Годам Мода Была Каре С Ну Причёски Ну Насмотрелись Этих Журналов И Как говорится Новости Кино Они Понимали Что Это Не Причёски Это Парики Вот И Всё То Есть Вот Этот Вопрос Это Какой-то Вопрос Не Из Наши Оперы Не Отрезали А Что С Волосами Делали Когда Женщина Становилась Замужней Женщиной Девушка Смотри Девушка Насила Косу Когда Она Выходила Замуж Одну Косу Расплетали Заплетали Две Ведь В косе Три Нити Явь Насправь То есть Энергия Женский Волос Ещё Называли Космос Она Получала Энергию Космоса То есть Для Твоего Здоровья А Две Косы То есть Для Себя И Для Ребёнка Она Рожала Ребёнка И Опять Могла Заплести В одну Косу И Многие Делали Как Собирали Кольца То есть Косу Скручивали Кто-то Прямую Носил И Длинные Колечком Ну Аля Тимошенко Ну Либо Как Тимошенко Либо На Затылке Просто Собирали Под Платок Опять Забеременела Опять Расплетала Косу И Опять Носила Две Вот Когда У нас Был С Богомиром Он Сказал Что На Украине Примято Наоборот Когда Женщина Станется Замужней В одну Кос Плетается Про этот Обряд Что-то Известно Такой Южнославянский Понимаешь Я говорю Только О том Что Ясно А Ну Понятно А у Слово Простоволосилось Применялось Такой Вот Как Это Опозориться Или Это Выдумки Все Нет А Простоволосилось Это Когда У Христиан Заходило В Храм С Непокрытой Головой И С Распущенной Косой А У 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 Платки Ходить Могла И Без Платка Но Волосы Прибраны В косы Или Распущены Было Без Разницы Как У Дети Кто-то С Косами Девочки Бегали Кто-то Со Свободными Волосами Я Про Женщину Я имею Ввиду Про Замужние Женщина Всегда Заплетала Косу Потому Что Волосы Вот Она Готовит Не Попадали В Пищу Не Мешали Ей Практическое Применение Да Но При этом Если Она На улице Была Она Тоже Могла Быть С Распущенными Волосами Здесь Ничего Зазорного Не было Правильно Я понимаю Не было Так Хорошо Так Арт Задает Вопрос Кстати Про Солярники Пупалу И Перунов Прослушав Сожаление А может Не Упоминали Вот Когда Кружок Девушек И парней Вокруг Солярников Ходит Это Желез Должен проводить Обученный Или Неважно Кто Ну Два Круга Да Там Когда Вот Идет Правильно Проводящие Читает Обращение К роду То есть Это Желез И Когда Либо Жарец Либо Копен Либо Студент Училища Ясну Главное Чтобы был Подготовлен Человек Который В теме Они Просто Так Поиграют Владушки Которые Знает Они В теме Тема Это Тьма Но Я Понимаю Я Современным Заком Тот Который Понимает Суть Происходящего Знает Так Константин Что за музыка На фоне играет Ну гриф Предоставил Вот Нас Собрали Низкий Поклон Гриф За Эту Ант Так Про Предыдущее Здание Словяный Стрихьет Тоже Интересно Прочитал Но Вряд Либо Купиш Если Только Благотеки Осталось Но За Семью Замками Приезжал Человек Дай бог Помните По Муз Курска Ну Человек Возраст Уже Где-то Лет Под 60 И Он Сказал Что Старые Здания Вер Есть В Архиве КГБ По Курской Области Если Есть Доступ Туда Ну Пускай Туда Загляну Так Тема Если После Родов Плево Плево Остается Целый То Может Возник Нев Непорочном Зачатии Наверное Так Оно Могло Быть Да Нет Здесь Все Дело В переводе Дело В переводе Потому что Переводили Сначала Арамейского Закона Гречески Потом С греческого На болгарский С болгарского Вообще На славянский То есть Говорят Вот Непорочное Зачатие Дева Родила Но Девочку Девой Называли То есть И Девой Называли Даже Молоденькую У нас Допустим Вышла Девушка Замуж Родила Девочку Ее Называли Как Молодка Молодуха То есть Молоденькая А когда Родила Мальчика Так Мальчика Родила Говорили Ну вот Наконец Она Обабилась То есть Баба Это Женщина Которая Родила Мальчика Так К сожалению Здесь Очень много Вопросов Я Без помощи Василия Васильевича И других Не успеваю Все вопросы Просматривать Чат бежит Но По возможности Стараюсь Сам Отслеживать Так Дальше Ант Ага Сговорились А если Дети Дети Приглянулись Друг Друг Отчасти Не приглянулись Мало Лик У кого Там Детей Много Это Вопрос Это Комментарий Ну В общем Я с виду Когда-то Говорил Вот там 8 Дочерей 8 Сыновей В роду И вот Решили Ну Там Смотри Было Ж Как Маленькие Дети У них Куча Времени Чтоб Присмотреться К друг Другу И Увидеть Все Достоин Куда Вдруг Вот и Все То есть Здесь Не было Такого Что Насильно И так далее Это Просто Поскорение Так Чтобы Принято Дарить На свадьбу Но Имеется Ввиду Когда До Свадьбы До Самой Там Уже Говорили Что Было Сговор И Каждый Определ Что Сделать На Саму Свадьбу Дарили Все Что Нужно Молодым В хозяйстве Начиная От Растительности Там Семян Кончая Коровы Свиньи Гуси Утки Живность Лошадей Все Кто Что Мог Кто И Дарил Кто Та Улей Мог Подарить Так Про Руны Идет Разговор Что Руна Это Настоящий А вот Перевод Или Текст Это Настоящий Настоящий Так Повторю Вопрос На Праздник Я Уже Много Раз Говорил Они Говорят А как Узнать Текст Настоящий Или Нет Я Всегда Говорю А вы Пропускайте Все через Своё сердце То что Вы Находят Отклик Вашем Вашем То Для Настоящий Вообще Да Вы Не Только Мозгами Включайте А Ещё И Смотрите Как Это Сходится Не Сходится Вот Здесь Внутри Помимо Конечно Надо Смотреть Всесторонне Согласен Так А повторно Второй Вопрос Про Солярники Задали Тоже Вопрос Уже Просто Я Говорю Не Успеваю Один Средел Поэтому Небольшая У нас Задержка Происходит Так Поясняю Вопрос О рунах Если Нигде Более Нет Свидетельств На Раскопках Не Попадаются Предметы С этими Рунами Значит Нам Опять Что Значит Не Попадают Пока Не знаю Что значит Говори Те же Енисейские Столпы Все Рунами Исписаны Пускай Съездят Да Посмотрят Правда Тут Недавно Передача Была Что Там На Рунах Уже Пишут Здесь Был Вася И Дебил 2000 2002 Ну В смысле Дембель Ну да В общем Пишут Что хотят Ну да То есть Уничтожают Что даже Работники Природных Этих Музеев Уже Жалуются Что скоро Их Не останется Все так Серьезно Да То есть Их Полно Ну просто Официальная Наука Их Не признает Поэтому Их Не Афиширует Но они Реально Считается Что В 2016 Году Омску Будет 300 лет И сейчас Крупным Планом Идут Восстановительные Реставрационные Работы По Омской Крепости И У нас Сначала Тарские Ворота Восстановили Ну и сделали Реконструкцию Потом решили Тобольские Перед ними Ну чтобы Просмотреть Фундамент И прочее Начали копать И обнаружили Домашнюю Удварь Предмета Обихода Четвертые Тысяча лет До Рождества Христова В местной Газете Написали А потом Это все Куда-то Подевалось Тут же Замолчали Как В городе Может быть Утварь Четыре Тысячи Лет До Нашей Эры Да Шесть Тысяч Лет А городу Всего Тристо Четвертый Не совпадает Знаешь Как Говорил Жванецкий Может что-то В консерватории Пасправить Ну на самом Деле Ты говоришь В газете Статья была Она у кого-то Вырезки Этой газеты Или сама Газета Сохранилась Подшип Каких-нибудь Это надо Искать Коммерческие Вести По-моему 95 Или 96 Год Газета Там Была На всю Полосу Статья Где Десят Вода Священной Ири О том Что У нас Вот Когда Наслияние Мир Теша Сносили ТЭц Там Обнаружили Древний Некрополь Как Сами Вот Эти Профессор Казар Писал Там Или Доцент Возраст Старше Египетских Пирамид Это Не мои Голословные Заявления Это Люди От Официальной Науки Все Писали Но Многие Не верят Потому Что Видимо Не Видели Сами Вот Этих Вот Заявлений От Цель Науки Вырезок Этих Или Журналов Или Подбор Не Ну А Мне Что Надо Эти Все Вырезки Собирать Чтоб Кому Чего То Доказывать Не Знаю Это Вообще Никогда Не Нужно Не Знаю Просто Рассуждение Мысли Слух То Что Называется Нет Я Алексей Просто Поясня Ты Понимаешь Вот То Что Передавали Мне Родители Деды Бабушки Передавали Там Старики Вообще То Есть Я Им Верил Нас Какой Смысл Им Обман Если Они Передавали Для Того Чтобы Я Это Передал Дальше Своим Детям Внукам И Правда Понимаешь У нас Вообще Не Стояла Задача Говорится Кого-то Ходить И Просвещать У Нас Одна Задача Передавать Из Поколения В Поколение В Наших Родах Все То Есть Но Получилось Так Что Некоторые Наши Люди Побывали В Питере И Там Пообщались С Свиньи И Где-то Остромысл Заинтересовался Отдайте Информацию Мы Дали Информацию Он Как Говорится В Своей Газете Эту Информацию Выдал Это Уже Потом Нам С Фитера Газету Присвали То есть В газете Видни Вот Так Она Как Была Для Европейской Части А Мы Тут С ней Жили Для Нас Привыч Ничего Не Навязывая Никому Ничего Не Доказано Нам Это Передали Мы Знаем Что Это Так А Если Кто-то Не Верит На Это Его Личное Дело Пускай Верит То Что Хочет Кто-то Верит Что Его Дедушка Создал Судящее Кто-то Верит Что Его Аэс Принес Кто-то Верит До сих Пор Что В Капусте Нашли Знаешь Да Советские Времена Ну Да Дочка Подходит К маме И Говорит Мама А Почему Папа Говорит Что Братика Аэс Принес А Меня В Капусте Нашли Мама Не Боргнув Глазом Отвечает А он Тебя Просто На Грядку Уронил Понятно А Насчет Верит Да Игорь Я хочу Добавить Как раз По теме Прозвучали Потому что Почему Не хотят Признавать Вот эти Современные Даты Могу Привести Пример Одессе 218 Лет Это Официально Тем не менее В центре Города На Приморском Бульваре Стоит Стеклянный Саркофаг Сделанный Как раз Как бы Проводилась Реконструкция Этой улицы И там Нашли Древнее Городище Городище Четы Городище Принадлежит Четвертому Тысячелетию До Новой Эры Когда Я Как раз Когда Встреча В Одессе Я Это И Вставил Сюжет Вот Это На Как он Приморский Бульвар Да Да Около Море Там На Возвучной Стадо Вот И Его Как раз Заснял На Видео И Вставил Это Где Аллея Да Игорь Это Аллея Да За Как Называется Платана Да 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 Ну Аллея Которая Идет От Памятника Дюклу Да Да По Ну Параллельному Море Там Набережную Видел Сам Подтверждаю Есть Там Такое Дело И Вот Что Самое Удивительное С кем Бо Я Не Говорил Даже Ребята Которые Принадлежат С родноверами Имеют Отношение К родноверам Убедить Их О том Что Потому Что Так По Скромным Подсчетам Четвертое Тысячелетие До Новой Эры А не 218 Лет Как Говорят Постоянно Противодействие Встречается Никто Не Хочется С этим Соглашаться Мотивируется Это Тем Что Самому Городу Я 218 Лет То есть Получается Что И Как Таковой Культуре Получается Совсем Немного Немного А то Что До Рождества Христова Была Цивилизация Была Культурные Слои И были Традиции А этого Никто Признавать Не хочет Поэтому Это Сплошь Рядом Я думаю Что Копнуть Любой Город Везде Так Сам Игорь Да То же Самое Ты Понимаешь Люди Приезжают Их Даже Приводишь На эти Старые Места Где Даже Таблички Есть Они Говорят Ну Написать Можно Все Угодно А вы Докажите Что Именно Столько Тысяч Лет Вот Кстати По Теме Тема Пишет Игорь Как Датировали Способ Датировки Уточните Пожалуйста И кто Датировал Это Официальная Наука Официальные Археологические Исследования На Вот Там Кстати Если Засветить Возможно Даже Табличка Есть Достаточно За Пятаки Подойти В Археологический Музей Там Эта Информация Есть Что Я Еще Хочу Добавить Значит Я Попытался Уточнить Границы Памятники Охраняемые Памятник Археологии Вся Центральная Часть Города Она Является Памятником Археологии Но Для Того Чтобы Вести Строительство Любые Работы Там Значит Эта Информация Скрывается В противном Случае Никаких Строительных Работ В центре Города Вестись Не Должно Это Будет Запрещено Поскольку На Памятнике Археологии Запрещено Любые Работы Вести Естественно Городским Властям Это Не Надо Строителям Это Не Надо Никому Это Не Надо Поэтому Получить Четкие Границы Я Пытался Даже Люди Которые Работают В музее Не Торопятся Давать Эту Информацию Игорь Я Даже Больше Добавлю Не Будем Даже Говорить За Россию Украину В Турции Решили Проложить Туннель Под Босфором Начали Раскапывать И Там Причал Корабельный Там Какое-то Столетие До Рождества Христова Древние Плюс Там Нашли Эти Две Галеры Все Все Строительство Прекратило И Строители Несут Там Многомиллионные Убытки И Ждут Пока Археологи Там Все Закончат Раскапывать Вынимать А у них Слой За Слоем Это Турции Раскапывается И Конца И Края Не Видно А Хотели Быстренько Построить Туннель Но Как Под Ла Маншем Построили Типа Такого же Под Босфором Ну И Пока Все Застопорилось Из-за Археологов У них С Этим Жестко Потому Что Тут Подключилась ЮНЕСКО И Прочие Организации Здесь Кстати Второй Тант Пишет Ответ Раскопки Кто Ведет Ты Думаешь Если Кто Что Найдет То По Первому Каналу И В Прайм Тайм Объявят Раскопки Ведут Не Те Кто Хочет Правды Достичь А Кому Платят А Те Кто Хочет Правды Достичь Нет Понимаешь Турции Это Ее Древность Подтвердить Что На ее Территории Это Это Же Привлечение Туристов А Это Же Тоже Многомиллионные Средства Так Они Даже Готовы Пожертвовать Средствами Многомиллионные Надеюсь Только Правда Не Сплыла Чтобы Потом Не Оказаться В Такой Неудачной Ситуации Нет Там Римский Греческий Порт Там Это Входит А То Что Касается Другого Это Уже В 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 Нет Такого Слова Да Странно Это Есть А Слово Нет Вот Из Этой же Серии Раскопки Есть Но Этого Нет Ну Ладно Значит Еще Дмитрий Беранжи Люди Ни во Что Не Верят Потому Что Многим Лень Думать И Анализировать Я Тут Даже Больше Скажу Я Уже Приводил Пример Английский Писатель Бернард Шоу Он Сказал Очень Умную На земле 2% Людей Думает 3% Людей Думает Что Они Думают А 95% Людей Не Заставишь Думать Даже Под Страхом Смерти Вот И Все Вот Он Ответ На Вопрос И Еще Тут Беранже Тоже Пишет Дмитрий Беранже Руны Это Просто Синволь Для Дикаря Для Дикаря Это Символы Которые Ничего Не Значает А Для Ученого Это Оружие Координаты Миров Плюс Доступ К Древним Технологиям Предков Это Руна Это Образ А Образ Может Быть Краткий А Может Большой То Одна Одна Руна Может Заключать Текст Будем Говорить Как Полноценная Книга Так Давай Вернемся Тогда К Женщинам Людмила Драгунова Пишет Отче Женщины Носили Не только Платки Другие Другие Головные Уборы Кику Например Для Этого Украшения Или Были Еще Энергетический Смысл Украшений То есть Это Для Украшений Не Только Не Только И Энергетический Смысл Тоже Был Не Забывайте Что У Каждого Человека Есть Защитное Тело Атмосфера Как У Любого Тела Во Вселенной Для Земли Мы Называем Это Атмосфера Для Человека Принято Назвать Аура Так Вот И Та же Кика Одевалась Когда Для Стабилизации Всего Энергополя Защитного Человека То есть Женщины У Нас Допустим Воины Носили Шлем Шлемы Воинские А Тут Ко мне Ну а Почему Такой Шлем Могли Живот Как У Германских Рыцарей Кипробедро Надеть А Почему Наших Остроконечные Вот Даже Фильм Руслана Людмила Там У него Остроконечные Он Туда Еще Бороду Черномора Прицепил Ну и Спрашивают Почему В таком Виде Я говорю А чтобы Легче было В бою Настраиваться На Противника Они В каком Смысли Но я И тогда Посоветовал Посмотреть Фильм Мэла Гибсона Знаки Человек А что Какой-то Голливудский Фильм Я говорю А вы Посмотрите Что они Делают С фольгой Это Нагово Одевают Да Но как Они Сворачивают В виде Шлема Которые Были У наших Воинов Еще До Рождества Христова То есть Значит Что Чужие Как говорится Влияние На мозг Чтоб Не Происходили То есть Наши Предки Не были Дураки Знали Как говорится А в бою Воин Что Не Должно Отвлекать Вот И Все Так Вопрос Следующий Орженцов Игорь Здравия Ему Спрашивайте Калаврат Патер Дий Отче Александр Александр Хиневич Как К простому Смертному Правильно Обращаться Безересцу И Зачем Так Много Имен Патер Очень Похоже На Пастор С чем Это Связано Ой Я уже Устал Отвечать Ну Неужели Люди Вообще Не слушают То Что Мы Записывали Раньше Вот Сейчас Тебя Слушают Здесь Руна Патер Которая Означает Старший Никакого С пастором Пастухом Общего Смысла Нет Не Дый А Дий Дий Это Тот Кто Делает Творит Деяние То Есть Одеяние Может Быть Любое Действие Вплоть До Того Когда Человек Жизни Рекет То Есть Жрец А Патер Ди Означает Просто Старший Жрец Все Это Церковная Долгность Ну Если Так Говорить По-простому Калаврат Это Мое Родовое Имя Мало Того Что Меня Дед Называл Калавратом Когда Я родился Я был Весь Белый То Белый Волос Ресницы Брови И Прочее Калаврат Означает Солнечный Свет То То есть Поэтому Меня Дед Матери Отец Так Называл Либо Светик Либо Калаврат Ну И Александр Это Александр Меня Так Назвал Отец И Потом Еще Как Говорится Когда Свет Смарт Умер Так Ж И Получилось Очень Александр Это Обиходная Церковь Все Ахиневич Это Родовое Имя В паспорте Ты как Написан Хиневич Александр Юрьевич Ну Вот А многие Ко мне Обращаются Калаврат Юрьевич Ну Почему Вы Нет Понимаешь А кто Это Калаврат Остромусович То есть Потому Что У меня Отец По Паспорту Юрия А Община У него Остромусник То Есть Так Серховный Брать Старую Форму Когда Еще И По Деду Было У меня Получается Александр Юрьевич Внук Иванович То есть Это Немного Имен Поэтому Ко мне Кто Как Привык Тот Так И Обращается Тут Даже Новое Обращение Недавно Появилось Сколько Даньки Пять лет Ребенку Ну Люди На праздник Приехали Колон А вот Опять Какая-то У нас Проблемка Вот Здесь Выбило Немножко Чуть 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 Ребенку Пять лет Люди На праздник Ребенок Утром Я Выхожу Доброе Утро Дядя Отче Новое Обращение Дядя Отче В общем Надо Понять Есть Имя То Которое В Светском Прессе Да Ели Сток Имя Есть Еще И Плюс Когда Я Проходил Обряд Именно Речения Отец Владимир Не Знал Как Меня Дед Назвал Но Он Община Имя Мне Дал Тоже Коловрат Нет Как Матери Натес Он Это Чувствовал Так Что Я говорю Получается Вот У тебя То Что Связано Паттер Дей Это Церковное То Что Коловрат Это Община А То Что Александр Юрьевич Это Это Мир А А А А Вот Еще Говоря Знаешь Это Александр Свет Например Юрь Юрьевич Это Как Вот Можно Так Говорить Свет Что Приставка Такая Была Потребляется Ну Это Не у Нас Это Христиане Все Больше Ну Ладно Хорошо Так Это Реплика Вот Евгений Киллер Коловрат С Какими Библиотеками Работал С 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 Редак Работал Всегда С Домашней Библиотеке Я Уходил Когда В армию У нас Домашняя Библиотека Была Больше 8000 Томов Ого Случайно Не Библиотеку Грозного Там нет нет у нас все свое то есть там и обычная литература и старая я же уже много раз рассказывал что я пошел в школу первый класс я умел читать и писать но я читал и писал по старому и я запомнил свою учительницу надежду григорьеву то есть когда она в школе у меня с простой школы перевели в интернат потому что родители разошлись и учительница меня после урока оставила после диктанта подошла после уроков и говорит я вот смотрю ты пишешь левой рукой по старому а давай научимся писать правой рукой по новому все будут уметь писать только правой рукой по новому а ты будешь уметь писать двумя руками и по старому и по новому вот подход был не пошло на пользу да конечно поэтому многие приезжают а вот уроки смотрим учиться правшали и левша я говорю в смысле внутри на доске то левой рукой пиши что правой пишешь я говорю а какая разница не ну левой то левши пишут я пишу как от нее удобно то же самое я сажусь за стол если у меня справа сидит человека слева свободно я ем левой рукой если наоборот я ем правой какая мне разница как удобно так и дыхать так и ешь да так и да то есть я не лево руки не права руки я беру ты понятно так он смеется алексей перу с тобой разговаривать не станет и хоть с праздником попробую своим связаться к примеру для начала благодарю ант попробуем так ворон вот пусть только не прилетит волшебник голубой вертолете так все просто расклад горишь сдавались какие проблем продемонстрирует справдивость своих слов ну уже сказали каким образом библиотеки где они лежат а здесь такое типа что ты ссылаешься на гб это такой хороший ход почему хороший ход но там туда лёш простой пример когда я дай бог памяти конец восьмидесяток начало девяностых рассказывал о жизни на других планетах да а все говорили ну вот сидевич у полок начитался уфологии несет всякую бредят то есть придумал о жизни на других планетах я говорю но вы почитайте хотя бы литературу на эту тему когда революционно а там такого вообще не может быть это все придумал но особенно в этом старались по всему интернету кричать родной веры что я придумала жизни на других планетах ничего такого не было прошло я перестал обращать внимание на эти все реплики прошло кому года полтора но я говорю что ну либо в орбитаж либо в легенку сходить понимаешь все а вот отсылает куда никто не попадет и примерно через полтора года человек не только третью книгу корыш основы истинной науки сущной жизни выложил на то инсу он и первые две отсканировал понимаешь там стоит 1800 какой-то год то есть но не не та что у меня книжка он другого издания нашел и выложил горелихинеевич придумал начать читайте сами все сразу же вот эти тролли и брекуны тут же закрыли то есть ты чё получается говорит и выдумка это может туда хинееч под суду я говорю ну да я сбегал от по быстренькому в девятнадцатый век у меня тут под матрасом машина времени написал под псевдонимом оставил а еще как говорится сбегал в киевскую ручь и вещь ему олегу как говорится вторую веру нависал вот такой ты выдущик и затейник так но здесь пишется про то что вы покажите опять древние артефакты и не кроме асгарда ци если цивилизация плетка была такой великий должны были наследить много так уже вот мы говорили о том что куча находок которые не вписываются ни во что они существуют но их не привозят даже уже смотреть дай бог памяти чтобы никого не обмануть по моему два бельгийских археолога историка написали книгу толстя на запрещенная археология по ней потом даже еще фильм сняли потом ее в россии толстую сдали потом урезанную потом еще урезанную потом вообще там выдержки они сами вот эти бельгийские ученые пишут что в музеях выставляет всего 1-2 процента того что раскопали то что вписывается в официальную науку а больше 90 процентов лежит запасниках и вот все что там находит она не вписывается в официальную историческую науку поэтому просто там складе вы почему я должен каждого ввести в запасники как говорится музеи архива им там что-то показывает в архиве на карточках 3 процента того что они хранят в любом хранилище там столько всего что многие даже работники не знают что это такое я помню обратился тогда мне на было на духовный регламент петра 1 1718 года ну когда он появился а их там он был в 1721 году так они говорят вот у нас по карточкам был 1700 или 856 сейчас не буду обман но говорит на посмотри но говорит но тут еще одна книжка вынесли говорит можете сказать что это такое вынесли я им начинаю читать кормчая книга то есть не но необычная кормчая книга как вот у мореплавателя а духовная кормчая книга это старообрядческая 15 века о реинкарнации христианскую которую реинкарнацию отменили на шестом вселенском соборе она в архиве они даже не знают что это такое потому что они не читают их задача другая просто переводить на карточки архивировать все они говорят с этими книгами работают в основном доценты профессора те кто пишут кандидатские докторские вот в архив приходит зачем то есть когда человеку лень извини оторвать седалищное место от кресла перед компьютером он и будет говорить а вот вы мне дайте факты мне докажите все подносить а потому что лень куда-то сходить поинтересоваться и вообще на мой взгляд более интересно самому что-то искать нежели просто послушать кого-то да вот тебе сказали есть какие-то источники интересно вот пожалуйста ищи смотри асти говорят ну ты мне давай достанет этот источник потом как сказку на ночь прочитай а я еще потом заснул и подумаю принимать не принимать многие же как им говоришь вода мокрая он тебе не поверит руку воду вытащит и скажет она не мокрая на сура ну да папа это что море где да понятно из той же серии ну ладно давай не будем на это время тратить понятно так евгений килика лад есть к лаврат если юридический способ борьбы с мафиозными чиновниками используем это можно ли переходить ох ты не юридическим воздействием если я знаю точно что прав я понимаю что тебе сейчас трудно давать какие-то советы в эфире но если давать советы эфир еще что такие пропорционный вопрос знаешь такая так как некоторые могут неправильно понять но все же меня интересует возможность наведения порядка и правосудия смысле справедливости и границы дозволено в таком случае по твоему пониманию по твоему пониманию вот такой один они живут своей жизнью мы свои понятно то есть мы живем параллельными мира вот и все хорошо улучшая свой мир да ну не зря же древние говорили больше изменить мир начни с себя древние давно то есть любой чиновник он же качество зависимое он зависит от того от высшестоящего чиновника вот и все оборота системой глупо вы заметите сколько бы раз власть не менялась в стране чтобы не приходил к власти да они всегда от прошлой власти оставляли один закон насильственное освежение государственного строя недопустимо хороший закон но у всех и у царя это было большевики как говорится временное правительство скинула царя этот закон оставили большевики скинули временное правительство закон оставили демократы скинули большевиков закон оставили но при этом все это насильственное меняют здесь поэтому это другая система ну мы живем своей жизни они не живут они играют у них везде правила игры а мы свое отыграли еще в детстве ну пускай они играют по игры мы будем жить своей так немножко личный вопрос здесь суть такая что вот белоруссии когда жили почему там не взяли наверх девушек в общении не понял но когда отец твой жил в белоруссии там же ручка я текст не жил в белоруссии мой отец родился в омске он не жил в белоруссии это мой род в белоруссии в 1914 году переселили с театра военных действий был указ николая второго все семьи офицеров русской армии переселите зоны военных действий в себе все выделили как говорится на чугунки вагоны так называемые столы пиво скотины со скарбом всех вывезли сюда ясно так дальше киллер калаврат что можешь сказать о сидорове почему он так катит на им лингов и его теория поддельных городов и что иск можно сказать о теории полой земли а кто-то больше дару ну вот киллер надо пускай уточнить такой сидоров я не знаю такого человека их им не знаком он говорит я тоже не в курсе а теория полой земли была давным-давно известна но как вообще она имеет место быть или местами но я могу сказать любая система имеет право на существование попробую объяснить почему вот заметьте нам в школе давали теории но как бы теории и объясняли что это незыблемый факт хотя они вообще ничем не доказать наверно помните картинку с учебников географии природоведения истории но земля в разрезе да да как яблоко разрезное что там горячая жидкая железное ядро манки магма то вся когда магма и и немножко сверху и от 25 до 40 километров от земная кора то есть помните такую картиночку а откуда наши ученые могут знать что внутри земли если самая группа глубокая пробуренная скважина это кольская 15 километров то есть они даже половину земной коры не пробурили откуда они могут знать что там дальше это все домыслы а допустим упоминание где идет о полой земли что у нас внутри земли свое собственное солнце которое светит и допустим там тоже живут внутри пола земли и они допустим создают минералы и прочее не закачивают в полость земли то есть они ее создают а наверху нехорошие люди и и выкачивают понятно понятно так дальше здесь идет про других людей про глобую ну без участия других людей обсуждать не будем так про десятину говорят что десятины это как у нас как правило этого храма до отправлялась десятина какая-то сотая часть это на содержание воинства дачу такой там ну да но это издревле было как говорится но там заметь там не обязаловка была а там было сказано что обедах даруйте то есть когда если будем говорить какой-то рот ели сводил конце с концами да то с него естественно никто ничего не брал понятно так повторение вопросов идет тут про украинку маму отец русскавказ значит гала было это уже озвучено послушай там эфир парати не был интернета там мы этого вопроса касались так здесь тоже греции гордятся своими табличками там прошлом 1 скрывается так археологи занимаются раскопками скоро и понял что там прогресса ну типа что взять тоже греции они гордятся своим прошлым везде эти камни таблину кто сказал что это их прошлое да 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 у нас даже то что на хрену простой пример москву несколько раз уничтожали за за последние там 800 лет и всегда ее восстанавливали от и до даже делали еще красивее так а почему да потому что наши построили поэтому они знали как восстановить а а почему спрашивается горит а греки не могут восстановить да потому что они они строили вот и и весят лет они уже пришли на готовенькое поэтому они ничего восстановить и не мог раз не они строили ну в общем да так здесь значит и новый деда реплики часа в археологии занимается больше закопками скоро перекалифицируется флагических работников так тебе от благодарности дальше пишется о погрешности которые современные вот эти вот измерения проходит там и 200 тысяч лет могут быть и пять лет могут погрешности быть вот так 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 гость без ответа уже идут переписка так я желаю здоровья и удачи и наверное давайте уже может заканчивать все же тени эфир потому что уже у нас растянулся у тебя сколько там уже по местному времени у меня уже счет время 425 ночи о ну давайте то заканчиваем здесь пошли уже больше пояснений и дополнения игорь ты хочешь рассказать а значит приближает на хотелось чтобы слушатели услышали что это за праздник и получить хотя бы минимальную информацию да если коротенько можно так вот вы коротенько с 3 на 4 августа празднуется вышний день первым то есть у нас в 10 часов утра на подворье служба будет потом все выезжают на берег и на берегу это все он продолжает а до дня перуна до дня перуна то есть для меня это уже завтра будет другой праздник или выдавая поэтому пользуясь случаем я хочу поздравить всех кто служил в войсках вода в нашем празднику войскам дяди вася пламенный привет никто кроме нас так хорошо а скажи по перрону тогда еще вот проход сначала проходит или что-то служба до 10 утра что это службы гимны или что там выжигали службу обычную службу а потом выезжают при этом и требуя поехали проводить праздник то есть требуя приносится внутри дано рядом вот где капище было там дуне дуне приносится треба а потом все и то есть вы становитесь на этот момент колдунами около дуни находитесь так потом приезжаем на берег что там делаем там наводят порядок подготавливают к празднику и вечером начинается праздник и сколько костров каком виде они располагаются это уже много раз было и в урок и в книгах и на суть просто суть один же не ну и навидела но не бьешь не у меня уже почти пять утра я сейчас начну перескатывать все 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 было все понял понял извини пожалуйста хорошо давай тогда уже прощаться как всегда потрату еще гость а что-то написано заработает к лавра това она и так сейчас работает шесть каналов шесть каналов уже работает технического эфира ни на одном канале нет везде есть программы передач смотрите там постоянно добавляется на всех канал как кто-то мне позвонил по скайпу насчитал что к лавра тв можно смотреть два с половиной месяца без перерыва на сон и еду на любой вкус то есть какой канал хотят кто-то и выбирают ты сам будешь проводить службу здесь вопрос или кто-то другой что кроме меня проводить никому что понятно ну что ж пишут тебе спасибо за здравие тебе а вот кстати последний вопрос давайте читать такой интересный так или расспрашивают как ты видел ролик что во время войны с французами но это восемьсот двенадцатый год якобы был взрыв ядерный возле москвы известно тебе об этом чего но восемьсот двенадцатом году где-то тоже я такой ролик видела что кто-то говорит вы поймите братья люмьер создали движущиеся фотографии синима был собрал в конце девятнадцатого лета в 1812 году никакой киносъемки еще не было даже фотографий не было поэтому какой ролик может быть и сам ролик рассказываю рассказывающий о том вот там нашли вот это они я но забавный такой такой забавный ролик мне интернета просто сейчас ехать и добираться да я пусть что-то просматриваю раз в месяц ну что ж друзья мои лучше самое главное сейчас какое деяние это делает самое главное деяние это поливка дачи потому что жара поливать надо иначе без морковки и там свеклы и патиссонов баклажанов помидора брусов восстанется ну да ну да ну ладно хорошо тогда заключение пару слов добрых и будем уже заканчивать нашим слушателям пожелать что-нибудь такое главное всем здоровье думать своей головой пропускать любую информацию свою через свое сердце и трудиться на благо своих родов вот это самое главное не лезьте никуда ни в какую политику ни в какие бреди думайте в первую очередь о своих родах о своих семьях о своей родине ну да политику создают они а проблемы возникают у нас так что хотите играть эту глупость играйте не хотите делайте жизнь лучше так как завещали наши предки